Не к ночи, будь помянутым, Николай Платонович остановились. Очень важно понимать, что никто его не назначал, он сам себя назначил. Назначил, потому что он тяготится теми формальными обязанностями, которые ему приходится выполнять в роли секретаря Совбеза. Он все-таки не очень хорошего здоровья, у него тяжелая довольно болезнь, она в стадии устойчивой ремиссии, то есть все находится под контролем, но тем не менее. И третье, он очень тяготится, что ему приходится иметь дело с двойником, он его терпеть не может. Он его глубоко, последовательно презирает, считает его идиотом. Ну, публично, точнее, в глаза он ему это не говорит, но заглазно он именно так его аттестует. Поэтому он выбрал себе такую должность, где он полностью сохранил, я подчеркиваю, не имеет значения, какую должность он занимает. Он полностью сохранил контроль над теми силовиками, которых он контролировал раньше. И произошло разделение, разграничение сфер влияния. Чемизов получил под контроль социально-экономический блок правительства. Вот он, когда, по-моему, в четверг или в среду, инструктировал своих коллег младших, он просто сказал, что Мантуров будет выполнять обязанности премьер-министра. А Патрушев сохранил под контролем силовой блок. Соответственно, произошло разделение. Такой дум-верат правящей России, причем дум-веры находятся не в самых лучших отношениях. Ну, так или иначе, они сочли, что этот компромисс лучше хорошего конфликта, который мог бы между ними случиться. Ну, это то, что это дум-верат, это заметно по фигурам двух вице-премьеров. Премьеров новых, да, вот Денис Мантуров с одной стороны, а с другой Николай Патрушев. Прошу прощения, Дмитрий Патрушев. Это оба кандидаты в премьер-министры в ближайшем будущем. И ни одному из них не удалось стать премьер-министром сейчас по той простой причине, что обе коалиции друг друга заблокировали. То есть, коалиция Чемизова не позволила Патрушеву провести своего сына в премьеры. И, в свою очередь, коалиция Патрушева ответила взаимностью, такой же любезностью. Но, тем не менее, они как-то умудряются поддерживать рабочие отношения. То есть, они согласились на фигуре Белоусова в качестве Министерства обороны. Они оба одинаково негативно относились к Шойгу. И именно Чемизов предложил Патрушеву, чтобы Шойгу заменил его в качестве секретаря Совбеза. Тот расценил это как замечательную шутку и пошел навстречу. Ну, вот так это выглядит сейчас. То есть, на самом деле, произошло только одно изменение. Но оно очень важно чрезвычайно. Оно внешне не так заметно, хотя некоторые признаки есть. Это резкий рост напряженности между ключевыми элитными фракциями. Резкий рост напряженности. И эти фракции начинают в скором времени, я предполагаю, но, в общем, не только предполагаю, знаю, начнут переходить конфронтации. Ну, может быть, не очень открытые пока, а может быть и открытые. То есть, полетят и головы, и польется кровь. Причем кровь отнюдь не только в фигуральном смысле. Это очень важно понимать. И, кстати, да, вот очень важно визит так называемого президента, так называемого Путина в Пекин. Обратите внимание, кого не было в составе делегации. Чемизова и Патрушева. Два человека, управляющих Россией, остались на хозяйстве. Они не хотят иметь дело с китайцами. Потому что они прекрасно знали, что это будет унизительная поездка. Они знали это хорошо. И Чемизов даже каким-то странным образом к этому мог приложить руку. Ну, в общем, это уже не столь важно. И они не хотели в этом позоре участвовать. Все остальные поехали наблюдать за тем, как китайцы, в прямом смысле слова, дают ярлык на княжение. Вот такой главный итог крупнейшего внешнеполитического события этой прошедшей недели. Юлия, истекающая неделя. К чему унизительность происходит? В отношении в том, что китайцы третировали откровенно российскую делегацию. Они соблюдали, конечно, формальный политез. Но элементы третирования проявились в том, что они раздали, значит, вот эти бейджики, определяющие доступ в ту или иную зону. Ну, вот злые, но осведомленные языки говорят, что некоторые с трудом получили доступ в туалет. А, как вы помните, бывшего министра обороны и несостоявшегося маршала Победы просто унизительно держали фактически у входа. То есть его там, не помню, сколько-то минут не пускали. Это первое. Второе. Ни один серьезный сюжет не обсуждался. Ни один. Российская сторона сделала попытку обсудить, по крайней мере, вопрос разблокировки финансовых потоков, снятия финансовых тромбов. Китайцы не захотели. А так называемая встреча один на один так называемого президента Путина и Си Дзиньпина свелась к тому, что двойник пел дифирамбы китайцам, рассказал, какие они замечательные и как важна дружба. Единственный человек, которому китайцы проявили интерес, единственный, это был Белоусов. По двум причинам. Во-первых, им была интересна его роль нового министра обороны, они особо ему внимания не уделяли. Во-вторых, они полагают, что он может стать новым сильным человеком, может быть новым сильным человеком российской власти. Тут они, конечно, серьезным образом заблуждаются. Ну, как они заблуждались уже не первый раз насчет российской политики. Ну, в частности, насчет начала специальной военной операции, когда они дали добро. С подачи Си Дзиньпин одобрил всецело. Путина поддержал, потому что китайские же аналитики и бывшие замминистры иностранных дел уверяли, что Россия легко, быстро, стремительно одержит искомую победу. Так что сухой остаток этой встречи ничтожен. Ну, там, так сказать, по новым проектам китайцы вообще не хотят обсуждать, их все устраивает. Они вообще ничего не хотели обсуждать, по большому счету. Они хотели посмотреть вот на этих странных русских, которые приехали, кого-то потрепать за щечку. В свое время Си Дзиньпин трепал Путина за щечку. Это вызвало шок. Среди той небольшой компании, которая там собралась, Путин глуповато захихикал. Ну, и сейчас они фигурально потрепали за щечку всех. Всех за щечку потрепали. Поэтому еще раз, это очень важно, что Патрушев и Чемизов, предвидя это, естественно, в Пекин не поехали. Так что сухой остаток этого визита, он нулевой, несмотря на то, что и как будет подавать российская пропаганда. А сухой остаток перестановок в российской власти, он более, гораздо более значительный. Это качественный сдвиг в российской политике. Ну, или точнее, начало качественного сдвига в российской политике в направлении открытой конфронтации элитных группировок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин